Алло, Александр. Да, доброе утро, доброе утро. Вас тоже зовут, да, насколько я помню? Да, Александр, да, меня тоже так зовут. Сейчас получается. Да. Ну, что там его слышно? А то я помню то, что мы так более подробно, конкретно разговаривали. Где-то осенью, это было осенью. Ну да, я еще работал в Хегельмане, я просто, да, вы мне звонили, но я уже не помню, честно говоря, что там, мы говорили о чем. Ну, рассказывайте, как вас жизнь поносила, что случилось, что все-таки мы опять разговариваем, что такое? Смотрите, я хотел пойти на контейнеры, да, ну вот, в Литву. На контейнеры они сейчас не берут. Вот, мне сказали, там что-то у них какое-то сокращение по контейнерам. Вот. Потом, смотрите, у меня еще польская виза есть, ну, рабочая. То есть, она еще до октября. До октября, да? Да. Вот. То есть, ну, в принципе, конечно, я могу на Литву пойти, но там надо по новому визу делать. Все там, ну, все, вот это вот, все-все-все новое надо делать. Вот. В Польше я посмотрел, у них в основном, как, от колеса платят польские фирмы, и у них еще процент от фракта. Вот. Ну, насколько я знаю, в такое в Польше вообще запрещено, такая система оплаты. Вот. Да, да, да. А у кого днювка, чтобы найти, это, ну, колхозы, такие же, как Хигельман. Согласен. Да, поэтому, а я уже не помню, вы мне сказали днювку у вас, ну, я почитал, да, кстати, отзывы читал, что-то про вас, отзывы какие-то очень нелестные про вашу фирму. Я, если честно, скажу, то, что тоже их читал, и там самый свежий, он вроде прошлогодний, где-то там с половиной года, насколько я помню. Ага. А у вас там... Знаете, знаете, как это происходит, то, что кто-то почувствует себя обиженным, ну, и в интернете каждый может оставить, он никак не прикрепил свои даже данные. Честно говоря, даже не знаю, что это за водитель. Так что тут любую фирму откроете, везде будут такие отзывы, потому что, ну, никто ручку не целует, а мы не заставляем, не просим никого оставлять лестные отзывы. Ага. Александр, смотрите, я посмотрел, там у вас и тандемы, да, есть, и, ну, и пландейки, я так понял. Да. А вот... И тягачи, и тандемы имеются. Ага, понял. А у вас там Scania, да, маркет? Ну, у нас есть Scania, и Daffa, и Volvo. Но идется на любой вкус на шинах. Ясно. Ну, а вы как, вы от... Ну, сам, ну, напрямую представитель или посредник? Да, 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 нет, я являюсь полностью работником компании. Потому что, сколько вот я читаю, на флагме вот этого, говорит там, вакансии, да, на моей на флагме. Я почитал там, все, что там вот эти вакансии, 80% это все посредники. Это посредники. Ну, я тоже с этим столкнулся, как, ну, когда просто интересовался рынком, ну, сами понимаете, чтобы знать точь-чь, чем едят. Но я тоже с этим столкнулся, и вы полностью правы. Но я нет, как, как приедете на фильмы, если устраиваетесь, то вы меня точно увидите. Ясно, это тоже радует. Ну, ладно. Ну, да, так что познакомимся не только по телефону, но еще и лично. А у вас грузы, ну, какие, по каким странам и какие грузы возите? Германии, а скажите, тягачи или тандемы в основном? Не, на тандеме я не ездил, я как бы даже, ну, не знаю, мне даже страшно. Не рассматривается. Да, что-то, мало ли что, знаете, как я привык уже вот на... Я же реф, у меня был реф и тент. Вот у меня два вида, на которые я уже знаю, как что делать, как ездить, как парковаться, как там маневрировать. Ну, понимаю, хорошо, тогда я настаивать не буду, если будет пландека, тягач, я тоже буду не против. Ну, а вот, в основном, в Германии, вокруг Германии, и зачастую это бывают автопромы. А, ну, а, ну, специализируешь здесь по запчастям, да? Ну, я говорю, что это в основном, потому что, ну, тоже, я это уже не хочу брать, а грузы разные попадаются. Ну, в основном, это бывает так. Я вот еще смотрел тоже, сейчас вот сижу, делать нечего, смотрю, там, ютубы всякие, там, кто, что снимает. Бывает, что у фирмы какая-то специализация, предположим, кто-то возит бумагу. Там есть фирмы, там, польские те же, они возят там бумагу в основном, то-то еще. Нет, 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 нет. Вот. Есть, да, вот, ну, колхозы возят все, что попадется. Можно сказать так, то, что у нас где-то около 80% все повторяется. И трассы, и грузы, и компании, именно конкретные загрузки, выгрузки. Плюс-минус 80% случаев это одинаково. Бывает, вот эти 20% попадается что-то новое. Если все в порядке, то это тоже зачисляется до вот этих вот основных. У вас, там, ну, то есть, у вас как оплата, день за день или как? Да, да-да-да, за день. Так, а сколько? Самая важная информация, я так полагаю. Ну, да, конечно. В основном люди-то работают за деньги. В основном, я понимаю. А если не секрет, на сколько вы бы рассчитывали? Сколько бы вас удовлетворило. Я понимаю, потому что потолка, скорее всего, нету. Ну, вот смотрите, я вот с литовцами созванивался. Они на старте дают 70 евро. Ну, поскольку ты, говорит, типа, что ты уже с опытом, у тебя стажировки не будет. Мы тебя сразу посадим, говорит, и вот это 70 евро, я вам просто говорю, как не литовцы говорили. Только я немножко вас перебью. В основном, это просто обещание, потому что у меня у самого есть много таких водителей, которые тоже пошли работать в Литву. Увидели эту цену, почитали, поработали, получили еще меньше, чем рассчитывали. У них там даже меньше, да, у них там меньше 60 даже выходило, потому что литовец ее штрафует, и не додаст, и вычистит. Ну, сами, сами понимаете, как это. А у вас сколько? Сколько у вас? Ну, это тоже телефонный разговор, но по телефону я в основном отвечаю, что около 60. Ну, это за 30 дней, да? Ну, это за день. Нет, просто все по-разному считают день. То есть у кого-то день это может быть, там, ну, да, как рабочий, что ли. Смотрите, обычно так. Обычно так, вот вы садитесь в машину, как только вы выезжаете вот с базы, это считается рабочий день. И вот... Алло? Да, да, я слушаю, слушаю. Да. Ну, вот, как я ответил. А у вас база вот прям вот там, вышку, да, называется город? Да. Да, да, да. Родишка, это вышку. Ну, то есть у вас и база там, и как бы, ну, то есть туда приезжаешь, сел и поехал, я так понял. Ну, да, в основном так происходит. Бывает совсем изредка, когда кого-то срочно подменить, нужно заболел, то иногда, иногда бывает так, то, что высылаем на машине. Но это говорю, мы этого не практикуем, это только в нужных случаях. Ну, да, ну, просто, я говорю, у других контор, как тоже Хильман, Литовцы, у них все замены на бусы, это, то есть они едут... Ну, поэтому говорю, мы такого не практикуем. Ясно, ясно. А вы с вами из Калининграда, насколько я помню, да? Да, я из Калининграда. Ну, да, там, в принципе, из самого города Калининграда, да? Не из области, а из города Конферта. Не, не, я прямо вот живу здесь, в городе. Ну, понятно. Ну, да, тут тоже коммуникация с Варшавой имеется, так что доезжать, я так думаю, напрямую там автобус уходит, да? Ну, да, сейчас ходит автобус, да, прямой, да, здесь удобно. Вот так вот. Даже в ту же Литву сейчас добраться напрямую не получится, потому что туда ничего не ездит. А это Литва не хочет или русские не высылают? Ну, не знаю, раньше автобус ходил в Вильнюс, я даже в Вильнюс ездил как турист, то есть на автобусе, а потом, после этого ковида, все это закрылось, и пока ничего не придвинется. А, ну, понятно, тогда понятно. Я думаю, что это все из-за ковида, все это такое ограничение, потому что я и в Ригу ездил на автобусе, но сейчас вот говорю, нет ни в Ригу автобуса, нет ни в Вильнюс, то есть с Прибалтикой сейчас связи вообще никакой нет. Ну, это печально, скажут, что это печально, доезжать было бы плоховато. Да, ну, поэтому, как вы, я помню, мы с вами разговаривали так хорошо, долго, интересно, но я уже все забыл. Если честно, я тоже, так что я помню то, что мы разговаривали, а можете напомнить такую базовую важную информацию о себе? Ну, мне 46 лет, я полгода отработал, получается, с весны до декабря, до конца. Ну, у меня есть АДР, что у меня еще есть? Ну, CE, у меня есть кодности 5-й польский, АДР польский, все эти бодания медичные, все это есть. В принципе, я как бы, ну, по-английски могу немножко разговаривать, у меня проблем не было в Европе с английским, то есть общение как бы. Ну, по-польски и могу только чуть-чуть, так вот, на минимальном уровне. Все твоя моя. Да, мне, поэтому, ну, как бы мне, вот, Польша мне ближе, как бы, ну, по духу, чем Литва. Вот тот же язык, вот, польский, да, я уже в Польше там давно уже, как бы езжу туда-туда-сюда катаюсь, то есть, то есть, я польский более-менее понимаю, ну, и сам менталитет тоже близкий, литовцы, а все-таки прибалты, там, и язык другой, там, и все в них, все-то по-другому. Вот. Вот так. Хорошо, а по опыту еще хотел поинтересоваться, вот эти полгода, это единственный опыт по категории C+, я в Европе? Да, это я, я раньше вообще ездил, ну, у меня была легковая, там, ну, в общем, на легковых я ездил, там, на своих машинах. А так, на грузовике я вот только начал с Хигельвана. И это, в общем, вся история. А не нужна будет стажировка? Все, все, знаете, все умеете, да? Ну, у вас там, как, у вас планшет, ну, то есть, ну, как задание у вас, как приходит? Как будто, ну, я просто... Нет, это, в основном, на телефон, просто на телефон, координаты загрузки, разгрузки, и такие инструкции, касаемо транспортировки. Угу. Нет, на планшет у меня есть, с навигацией, я разбираюсь, я всегда сам себе, ну, любил сам себе проладывать маршрут, потому что мне бывало, логисты, или, там, ведущий проложит такой маршрут, там, ну, то есть, по всяким дешкам, я не знаю. У вас, кстати, как вот езда по ландовкам, как, ну, ездить только по ландовкам, или и по платным тоже ездить? Нет, там, где нужно, там можно. Потому что, например, во Франции, я не знаю, во Францию есть, во Франции, что просто во Франции, там, по дешкам, или в Италии ездить по этим, это ужас какой-то. Согласен, согласен. Там можно и балкон зацепить, и все такое. Да, там старые города в Италии, улички маленькие, так что, да, знаю. А если вы говорите по тахографу, у меня там никаких проблем? По таха нет. По таха нет, главное, чтобы, ну, время у меня было, потому что у меня были проблемы по таха, но, это, как бы, я шел на встречу фирме, то, что нужно было на выгрузку, да, и я нарушал таха. Вот, ну, я, как бы, говорил, что, что это плохо, и я больше так делать не буду. Поэтому я с ними ругался из-за этого. Вот, я не знаю, как... Нет, нет, нет. Хорошо, еще хотел бы сейчас вернуться по какому документу, на каком обосновании вы находите, можете въехать в Польшу. Эта виза у вас была открыта по Воевудской? У меня виза годовая, на год. Да, виза там D05, там какая? D05, а. Ну, понятно, но, в общем, когда пришли все документы, там будет видно, по какому оформлению мы можем, мы будем пойти, по какому пути. Ну, от вас, я так понял, нужно опять это, там, как оно, очвечение, да, получается? Ну, да, либо за сбрание. Я посмотрю по документам, что сможем сделать, что будет быстрее, то, конечно, и выберем. Потому что вы бы хотели приехать на работу как можно поскорее, я так полагаю. Да, 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 потому что я уже два месяца сижу, даже больше, ну, то есть, с конца декабря, вот все сижу, все выбираю. У меня с одними там не получилось, с другими тоже там никак. Вот смотрю тоже этих литовские фирмы, но что-то про них там пишут, как-то вообще такие отзывы не очень-то. А с вот этими, которыми не получилось, что пошло не так? Ну, вот я же вам говорю, я же хотел пойти на контейнер в Baltic Transline, а у них их сейчас нету. Мне сказали, вы можете пойти на Тент-Толереф, а потом пересесть на контейнер, но это как бы когда-то там, когда-то там, может быть. Вот. Понятно. А по Каденце я еще хотел поинтересоваться, в Хигельмане по какому порядку ездили? В смысле, по времени? Да, 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 да. Ну, первая у меня Каденце была 4 месяца, вторая вот 2, ну, на 3 заходил, только я ее укоротил на 1 месяц, потому что я сказал, я с вами не буду работать, потому что, ну, когда на вас, понимаете, кричит, ну, нормальное общение, да, как-то с вами, а если на тебя кричит ведущий, ну, буквально орет, почему ты, там, не сделал это, хотя он был неправ, вот. И я отниму такое общение, когда на тебя орут. Поэтому я сказал, ребята, ездите сами, вот так, по таким методам. Ну, в принципе, я тогда понял. Тогда как сейчас договоримся? Мне ждать все документов от вас и начинать оформление. Так, ну, там еще придется ждать красную бумагу, ждать 2 недели где-то, сколько там сейчас будет. Ну, да, сначала нужно будет нам оформить приглашение для вас, потому что, ну, это является для нас обоснованием, чтобы запретить трудовой договор. Так что это обязательно. Ну, а дальше нужно будет, конечно, ждать красную бумагу. Так, а какой, смотрите, будет порядок, вот, то есть, вот так, если вы мне сейчас сделаете приглашение, да, на основании его, я могу заехать. Так, ну, я, в принципе, я-то, в принципе, мне кажется, могу заехать даже по своей красной бумаге от Хидельмана, то есть, она у меня еще до апреля. Скорее всего, да, то, что карантина не потребуется. Ну, у меня же есть этот Джонсон. А это независимость, независимо от прививки. А, нет, просто у литовцев у них, то есть, если есть европейская вакцина, то не надо там никаких этих... Нет, 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 нет. Только, а вы что, хотите просто приехать на базу, посмотреть, поговорить, или для чего хотите раньше приезжать? Нет, я... Потому что без красной бумаги, ну, вы, без нашей красной бумаги, вы никак не сможете сесть за ручь и начать работать, даже если вы едете в Польшу. Нет, это я понимаю, но... Вот я поэтому спрашиваю, как вот, ну, то есть, я сижу, жду красную бумагу здесь, или еду туда, к вам? Да. Ну, к сожалению, на данный момент у нас нет возможности вас куда-нибудь поселить, так что, думаю, лучше будет, если вот, дождясь и всех документов, и только потом вы приедете. А вот, знаете, когда я приеду к вам, там, ну, как все это будет происходить? Я приезжаю, там, как... Ну, думаю, то, что день не нужно на оформление будет, точно. Просто если у вас там негде, ну, негде, если у вас остановиться, то есть, как вот, сам процесс-то происходит? Нет, значит, это вам можно не волноваться под забором, спать не будете. Это в саму, в саму вышку, да, надо будет ехать? В вышку в эту? Да, 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 да. У вас там база, да? Я понял. Так что, ну, где-то плюс-минус день на оформление, и даже, когда заселитесь физически в машину, когда сделаете покупки, приготовитесь к трассе, к езде, тогда, можно сказать, все, выезжаете, начинайте полную, полноценную работу. А, Александр, смотрите, у вас, вот как, ну, то есть, работа идет, выезжаешь из Польши, например, по Германии, и возвращаешься в Польшу, или как, ну, вот, туда-сюда, или ездишь там где-то? Нет, тут нету таких кругов, это вообще зависит от того, как экспедиторы работу построят. А, ну, а смена, все равно, с каденцией, когда съезжаешь, заезжаешь сюда, в вышку? Да, 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 да. То есть, все там происходит. Ясно, ясно, ясно. А, еще, вот, еще такой немаловажный, всякие там высчиты, вот эти вот, как-нибудь, эко-вождение, вот это все, что, вот, как у вас тоже происходит? Скажу так, что мы на это смотрим, за этим, ну, стараемся, конечно, следить, но на моей истории не случилось таких каких-то высчитов, конфликтов. Просто, если что, говори с водителем, почему так происходит, а не по-другому. Так что это все происходит в таком более устном формате. Да, просто тут я говорю, я печальный опыт поимел с фигельманами, когда они там с меня денег сняли за солярку. Поэтому, говорю, у нас, у нас не как в фигельмане, но на это тоже стараемся следить и обращать на это внимание. А перецепы, обмены палет и все прочее, как у вас там? Не практикуем. Говорю, то, что насчет этих палетов, может, в раз за всю каденцию попадется, если будет такая нужда, может, вообще не попасться. Так, а много по ночам ездите? Нет, нет, в основном такого нету. Это все зависит от специфики груза, если там нужно пораньше выехать, что-то сделать. Конечно, иногда бывает такая нужда, но в основном, когда вот открою программу со спутником, то в основном все водители ночью спят. Так что могу сказать, что очень-очень неизвестно. Так, Александр, а еще машины у вас, так, ну, старые, не старые по возрасту? Европейская, Европейская, Европейская. Там, там, 16-й год, самая старая вроде как. Я тут смотрел одну какую-то вакансию, смотрю, там предлагается механическая коробка, мануальная. Это я вообще очень удивился, какие-то там польская фирма писала, что у них тягачи с мануальной коробкой передач. Ну, это, конечно, вам каменный век уже. Не, у нас имеется автомат, потому что вы на автоматах ездили, да? Ну, да, у меня DAF, я говорю, DAF привык, в принципе, не знаю, есть ли у вас что-то другое, просто мне немножко придется привыкать к другой машине. Ну, я думаю, значит, машина конкретно, это уже нужно будет договариваться по вашему приезду. Ясно, то есть, так, Миначка, смотрите, если я вам сейчас документы скидываю. Но мне же не надо будет по новой визе делать, правильно? Нет, виза остается, если она рабочая, то она остается. Рабочая такая же, да. Там код, насколько я помню, должен быть, должен быть. Да, D05, D05. Да, 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 да. Так что, если работая виза, она остается, она годная, вам просто не нужно будет открывать новую визу. Но, если захотите, по этому приглашению, она тоже будет давать возможность открыть новую визу. Но, поскольку она у вас уже имеется, это немножко бессмысленно. Ну, да, поэтому, мне-то, поэтому и хочется в Польше поработать, чем в Литве. Имея визу польскую, опять по новой делать другую визу, не знаю, я смысла не вижу особо. Согласен. Ясно. Так, а что, что от меня нужно, Александр, что от меня нужно, скажите? Ну, во-первых, вот эти вот карточки, которые по водителям, от тахографа, от езды, все вот эти категории, где там пометки, паспорт со всеми страницами, где есть штампы. И чтобы это качество хорошее было, чтобы можно было по этим фотографиям оформлять, чтобы там пальцев не было, чтобы четко были видны границы, чтобы все ровненько было. Разумеется, все документы по коду 95-му, спецсправка, психотесты. И в основном это вот это вот. И еще желательно, если у вас имеется пессл, то отправить пессл и точно адрес проживания. Ну, у меня пессл, в принципе, он же к адресу не привязывается. Нет, он привязывается. Если его получали, то он у вас на всю жизнь. А, нет, я имею в виду, что пессл, как бы, ну, это ID, как бы, ID ваш. Да, да, да. Я имею в виду, что он не зависит от места проживания. Нет, он не зависит. Я имею в виду, в Польше. Нет, он не зависит. Он, как получили раз, хоть переезжайте сто раз, он все равно остается один и тот же. Да, пессл у меня есть. Еще, Александр, а как у вас выплаты идет? На карту там или как? Да, да, да. Каждый месяц? Например, вот вы отработали месяц, то на следующий месяц в десятых числах придет первая часть, некий такой аванс. А в двадцать пятом числе все остальное, все приходит на карточку. А карта, ну, какого? Если у меня, смотрите, если у меня, предположим, миллениум карта, можно на нее? Или у вас свой какой-то банк? Мы советуем открывать карточку нашего банка, потому что иногда бывает такая потребность, чтобы мы быстро переслали вам деньги. Потому что если другой банк, то это может прийти даже несколько дней. А если наш банк, то нету никакой комиссии, нету ничего, за пару минут все происходит. Вот, например, у вас на западе колесо лопнет, или что-то такое, нужно будет колесо купить. Вот, чтобы не ждать, не трястись, просто ФОСП в плату, и поэтому мы советуем, рекомендуем, чтобы иметь карточку нашего банка. А у вас какой там банк? Этот ПКО, который красный. ПКО, ага, ПКО. Ну, тоже большой банк, я помню. Да, 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 да. Ясно, хорошо. Ладно, тогда вам куда скидывают, на Viber? Вот это все. Да, желательно, да. Ясно, давайте туда. Так, и тогда что, тогда смотрите, я вам скину. Так, и сколько, тогда мне еще две недели придется сдать, да, все это дело, этой бумаги. Ну, плюс еще пару дней нужно посчитать на курьера. Если хотите ориентировочно, то я думаю, где-то это будет середина марта. Так, с середины марта. Так, так, так. А, курьер, зачем? Там же можно бумагу. А, или вы хотите... Нет, нет, к нам на фирму, чтобы хотя бы пришел. Потому что это, ну, сами понимаете. Бумага? Ну, поэтому, нет, просто то, что не нужно считать, что это ровно 14 дней и все. Потому что там, где украсную бумагу делают, у них может быть большой объем работы, это может немножко отложиться. Может также быть и побыстрее. Так что это ориентировочное время, чтобы просто не считали то, что все, вы, например, 14-го числа выезжаете и приезжаете на базу. Ну, я, к сожалению, это так будет везде, потому что, к сожалению, красная бумага, она должна быть сделана конкретно на фирму. Так, 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 так. А, Александр, каденция у вас сколько длится? В основном мы стараемся договариваться конкретно с водителем, кому как удобно, кому как хочется. Ну, да. Ну, в основном это бывает и два месяца на месяц, либо там сокращаются, потому что у нас белорусы, у них там по своему закону так необходимо работать. Нет, ну, я-то, в принципе, подальше приезжаю, то и подольше тоже имеется каденция, по 3-4 месяца. Так что тут нужно будет сесть и договориться про каденцию. Ну, хочу сказать, что мы этого придерживаемся, и чтобы можно было пропланировать практически на полгода вперед, хотя бы, чтобы у вас было понятие, когда вы можете на работу рассчитывать, когда... Я понимаю то, что разные счета, кредиты имеются, и когда нам рассчитывать на водителя, так что за каденциями мы следим и над этим работаем. Ясно. Так, ладно, тогда сейчас я, наверное... Фух, так, сейчас тогда скину, придется настроиться еще на ожидание. Уже это, знаю, как на боелой уже сидеть, уже хочется в бой, в бой. К сожалению, я понимаю, я понимаю, это ценится, и это хорошо, то, что есть желание и необходимость работать. Но, к сожалению, бюрократию мы живем в таком мире, то, что мы этого, к сожалению, не обойдем никак. Так, следят, тогда я сейчас, давайте, я вам тогда скину. Хорошо, буду ждать. Документы, там, если что, ну, напишите, там, если что-то не так, там. Хорошо, конечно, 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 конечно. Да, все, тогда я сейчас, Александр, я вам скину, давайте. Давайте, буду ждать. Спасибо.